Доброе утро всем, кто продолжает смотреть телеканал Россия. Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной поется в песне, но на самом деле МЧС сообщает о сильных осадках на территории республики. В Карачаево-Черкесии кратковременные дождь и гроза, в отдельных районах сильные, с градом и шквалистым ветром до 27 метров в секунду. Ветер северо-восточный 5-10, температура ночью 12-17, в горах до плюс 11, а днем 22-27 и в горах местами 16-21. В Черкесии кратковременные дождь и гроза, ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду, температура ночью 14-16, а днем 25-27 градусов тепла. Проливные дожди нанесли урон многим российским регионам. Режим МЧС ввели в шести муниципалитетах Кубани. Отдыхающие вынуждены прерывать свой отдых и покидают Черноморское побережье. Работы прибавилось у сотрудников МЧС и у дорожных служб. Но параллельно с наводнением в некоторых регионах страны полыхают пожары. Огнеборцы активно их тушат. Сегодня день рождения авиалесоохраны Российской Федерации. Службе исполняется 90 лет. Еще в начале прошлого века представителями российской лесной науки были выработаны основные принципы борьбы с лесными пожарами. Тяжелые последствия лесных пожаров проще преодолеть, своевременно выявив очаги возгорания на ранних этапах. Авиационный парк авиалесоохраны развивается и пополняется новыми машинами. В настоящее время авиалесоохрана занимается мониторингом обстановки, выполняет функции специализированной диспетчерской службы Федерального агентства лесного хозяйства, осуществляет подготовку специалистов, обладая собственным авиационным учебным центром, оказывает помощь регионам в ликвидации лесных пожаров. Из-за проливных дождей многие отменили свой отпуск. Какие планы на лето у жителей республики? Оно много чего испортило погода. Я хотела гулять, купаться, отдыхать, но из-за дождей поднялась вода, она грязная, и нет вариантов купаться. Вы вообще когда-то уехали? Планировали на лето? Ну, планировали, но, скорее всего, эти планы испортил коронавирус, эпидемия, карантин и так далее. Планы на лето? Хотелось бы съездить на море. Ну, вот сейчас очень много дождей, наоборот, курорт заходить, это как не зима, это же планы? Ну, конечно, следим за новостями. Да, конечно, повлияли. Дожди идут, никуда не выйдешь, на курортах вообще все топит. А вообще планировали до начала этих дождей? Ну, пока нет, как раз-таки отпуск с августа. Надеюсь, что погода улучшится. Много урожая погибло. Не будет большого урожая, картошка погниет. Поэтому сейчас и продают, и очень много сырую. Она потом будет гнить. Изменили, конечно. Постоянные даже дожди. У нас, например, картошка не растет, продукты не растут. Вот и все. Куда деваться, не знаем мы сами. Ни на что не повлияло. Просто жалко людей, которые затопило. Урожай погиб. Вот это все жалко. Что делать? Природа такая, ничего не поделаешь. Так как не можем поехать ни на речку, ни на побережье, на море отдыхать. Очень сильно повлияли. А то есть у вас планы были? Конечно, конечно, были. У вас, может, как-то изменялись? Поменялись эти дожди? Да. Что вот именно изменилось? Ну, мы хотели на море поехать, а теперь не можем, потому что моря затопило. Хотелось с детьми на море поехать, но не получается. А там все смыло. Вода везде, дожди. Здесь и там. В этом году дожди большие. Вот урожай, например, картошка, она сгниет, земля. Когда много воды сгниет, урожая нет практически в этом году. За дождей. Планы не изменились. В принципе, можно всегда подстроиться под погоду и откорректировать частично свои планы. Вот вообще ли там планируешь, как-то ехать? Нет, планирую остаться в республике. У нас были довольно большие планы на это лето, и за дождя мы не можем никуда ни на пикники, никуда выходить. Поэтому как-то не особо. Это хорошо, потому что дожди так идут. Действительно, в последнее время погода нас, мягко говоря, не балует. И изменившиеся погодные условия несли свои коррективы в плане того, чтобы провести в дальнейшем летнее время отпуск. Безусловно, перемены кое-какие есть. И если, например, я изначально думал, может, на море поехать, куда-то выехать далеко, то теперь уже предпочитаю либо в регионе отдохнуть, максимум, может, если куда-то выеду, то в соседний регион. А так, скажем, на побережье ехать отдыхать, ввиду того, что происходит в последнее время, пока таких планов у меня нет. Нет, никуда не хотел поехать. Все замечательно, все устраивает. Наоборот, природа обогащается, и почвы. Это нормально, я думаю. На все воля Всевышнего. Это не на наши капризы, это не наши желания. Хоть и говорят, что у природы нет плохой погоды, но все же хочется, чтобы погода радовала, приносила пользу и радость. Сейчас лето, и хочется, чтобы, выезжая на отдых, родные просторы радовали глаз. В объективе своего фотоаппарата фотохудожник Ольга Бабенко видит все изящество лошади. Каждая работа ее передает движение, динамику и красоту грациозных животных. В Тиберде в доме музея просветителя и художника ислама Крымшамхалова открылась фотовыставка «Карачаевская порода лошадей» в творчестве фотохудожника Ольги Бабенко. Все ее работы выполнены на просторах Карачаевой Черкесии. С автором фотографии встретилась Шерифат Лепшокова. Издревле карачаевская порода лошадей славилась своей выносливостью и приспособленностью к горным тропам. В ваших работах мы видим также еще и ее красоту. Почему ваш выбор пал именно на карачаевскую породу лошадей? Карачаевская порода лошадей покорила, конечно, меня своей уникальностью, своей вот этой самобытностью, которую нынешнее поколение все-таки смогло сохранить. Может быть, немножко не всегда прям в полной мере, но стараются, по крайней мере, очень приятно видеть, что много молодых людей стараются, занимаются лошадьми, ведут племенной учет, очень грамотный, очень хороший подбор жрецов, кобыл. И это очень радует. Почему именно карачаевские лошади? Я очень люблю тоже горы. Город для меня – это, ну, все-таки, наверное, второй дом. Я себя здесь чувствую гораздо комфортнее, чем внизу, чем там в городе, на море, еще где-то. И, соответственно, когда я первый раз все-таки выехала на карачаевской лошади в горы, это было даже не то, что восторг, это было уважение. В первую очередь, это уважение к этому животному. Ногами ты столько не пройдешь и столько на себе не унесешь в любом случае, сколько может тебе помочь вывести именно эта порода лошадей. Есть другие породы лошадей, конечно, которые тоже уникальны, каждая по-своему. Как и все люди, как и любое животное, да, оно уникальное. Но как-то вот именно с карачаевской породой лошадей у меня вот сложились такие вот теплые отношения, наверное, я так бы сказала. Я знаю, что вы очень много времени проводили в горах, посещали много кошель, встречались с коневладельцами. Все ваши фотографии сделаны в естественной среде. Расскажите, пожалуйста, о вашем таком опыте. Это было сложно для вас? Или, может быть, давались ваши фотографии с легкостью? Поделитесь вашим опытом, пожалуйста. Первый раз все-таки я попала, скажем так, внизу, в низовьях республики, там, где, ну, более-менее, скажем так, цивилизация, да. Это было на фотосеминаре, известного тоже конного фотографа России. И с тех пор как-то я начала все чаще и чаще приезжать в республику, и многие заинтересовались моими работами, многие коневладельцы уже как бы с известными именами. И снимаю и жеребцов, и, соответственно, и моя как бы популярность немножко набрала здесь обороты. Но это не может не радовать. Получилось, что все чаще и чаще меня приглашали люди, и они всегда, многие, конечно, оправдывались. Вот у нас там нет таких условий, вот у нас так, так, так. Меня это абсолютно никогда не пугало, не пугает, и пугать не будет. Я спокойно отношусь к любым путешествиям, к любым условиям. И даже там в спальниках где-то там под камнем ночевать, чтобы стоять какой-то табун в горах, это все у нас тоже было, все мы проходили. Вот, в том числе вот все эти работы, каждая работа, она сделана, ну, практически все работы в разных местах. Мы постарались выбрать эти 50 работ, чтобы каждая фотография именно показывала лошадь в разных условиях, в разной среде, в разных местах, различных владельцев. На самом деле здесь собраны фотографии, наверное, за 8 лет моих съемок в Карачаево-Черкесской республике. Вот, и надеюсь, что в этом году я доеду еще до Кагалина-Балкасской республики, в Балкарию. Там есть тоже уже очень хорошие друзья, которые ждут в гости. Я замечаю, что здесь у вас фотографии сделаны в разное время года, да? Не только летние, когда есть комфортная погода, но и зимние, и в горах. Как вообще-то все переносилось, и непогода? Ну, условия, конечно, различные, и могу сказать, что зимой снимать не тяжелее, чем летом. Летом жарко, летом мухи, очень сложно лошадей снимать. Летом приходится снимать лошадей очень рано утром, либо уже совсем после обеда, когда солнце уже опустится ниже, уже становится не так жарко, меньше мух. А зимой можно снимать целый день. Солнце спускается ниже, и можно спокойно снимать с утра до вечера, поэтому гораздо спокойнее можно выспаться. Не надо с утра там очень рано вставать. Так что, так же и осенью, и весной ранней то же самое. Меня удивляет, наверное, каждая лошадь. Буквально вот вчера мы спустились в гору ночью, уже где-то в 9 часов мы уже только начали расседлывать лошадей, когда спустились в гору, и в седле мы находились с 8 утра где-то, да, и до 9 вечера мы практически всю дорогу ездили верхом. Верхом мы ездили по горам, мы ездили действительно там по перевалам, к озерам, искали табуны, подъезжали к ним, снимали. Поэтому эти лошади меня удивляют каждый раз, и каждая карачаевская лошадь меня не то что восхищает, и заставляет ее уважать еще больше. Это лошади, которые, они, наверное, завоевывают сердца с первого, не то что взгляда, а с первого километра поездки. Со взгляда, да, не всегда рабочая карачаевская лошадь, она привлекает прям вот взгляд, да, красотой. То есть на моих фотографиях в основном показаны жребцы, жребцы-производители, и также там табуны с кобылами. Но есть работы также вот и с рабочими лошадьми, которые переживают метель. Абсолютно в суровых условиях, их никто не загоняет там в конюшню, чтобы они там согрелись. Лошади умеют выживать. Поэтому каждая карачаевская лошадь, она достойна особого уважения. Спасибо. Спасибо вам большое. Карачаево-Черклесия – раздолье для художников. Необычайно красивые пейзажи и населенные пункты. Аул Кызыл-Пакун расположен у истоков одного из правых притоков реки Кума, в 18 километрах от села Учкикен. И приятная новость. В ауле Кызыл-Пакун Малакарачаевского района открылась новая мечеть. В торжественном мероприятии приняли участие руководство муниципального образования, председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Хаджибердиев, представители власти Карачаева-Черкесии, жители и гости населенного пункта. Мечети в Кызыл-Пакуне не было, и верующим приходилось совершать коллективный намаз в предпособленном помещении. Здание возводилось исключительно за счет личных пожертвований. Также на территории мечети построено здание для проведения занятий по изучению и чтению Священного Курана. Собравшиеся во главе с муфтием совершили первый намаз, прочитали хутбу. Было отмечено, что сегодня в нашем обществе возрождается вера. Это дает возможность посвятить Всевышнему молитвы и благе дела. Исмаил Хаджибердиев еще раз призвал верующих придерживаться истинного пути традиционной религии. Пожелал всем мира, благоденствия. Самое главное, чтобы двери мечети всегда были открыты. Читались пятничные намазы, проводились различные мусульманские праздники и религиозные обряды. Медресе – это самое главное. Ведь не каждый человек рождается сознанием религии и всего. Он ничего не знает. И вот когда этот человек начинает постигать азы религии, самое главное, чтобы он правильно это все понял. Вот для этого самое главное – это медресе. Иншаллах, здесь и для медресе хорошее у них помещение, класс хороший, и все остальное тоже соответствует. Поэтому я надеюсь, здесь все будет хорошо. Всех мусульман нашей республики – это большая радость. Любая мечеть в любом селе, в любом городе – это большая радость для всех мусульман. Почему? Потому что это то, что мы созданы для чего? Чтобы служить Всевышнему. А служить Всевышнему мы должны в мечети. Конечно, для мусульманина любое чистое место – это мечеть. Он может там поклоняться Аллаху. Но вот в селе должны собираться и вместе делать этот поклон, и вместе просить Всевышнего. Дай Аллах, чтобы Аллах принял все наши молитвы, которые мы проводим и здесь, и по всей республике. Отделение Национального банка в Карачаево-Черкесии Качагу имени Умара Алиева заключили двустороннее соглашение о сотрудничестве. Это значит, что стороны будут взаимодействовать в области реализации образовательных научно-практических проектов и научно-исследовательских разработок и повышать качество подготовки студентов. Сотрудничество будет осуществляться по нескольким направлениям. Среди них – организация производственной и преддипломной практики студентов университета, проведение совместных мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности обучающихся, преподавателей, представителей волонтерских организаций, консультационная поддержка специалистами Банка России. Стороны также будут взаимодействовать по актуальным вопросам в области денежно-кредитной политики Банка России. Соглашение подписали управляющие отделением Нацбанка в Крачево-Черкесии Дмитрий Мещеряков и проректор по учебной работе Качагу Мурат Ченкаев. В Черкесии состоялась красивая защита от дипломных работ. Выпускники кафедры дизайна и искусств Северокавказской гуманитарной академии представили на суд экзаменационной комиссии свои творческие работы молодых дизайнеров, выполненные в разных стилях и направлениях. Работы оценил и Мурат Джанкиозов. Защита дипломов у дизайнеров представляет собой и теоретическую часть, но наибольший интерес вызвала практика. Выпускник представлял полноценную коллекцию с идеей, эскизами и реализацией в материале. Фактически каждая защита – это маленький показ мод. Я очень люблю этот вуз, я люблю этот факультет. Я могу сказать, что я наблюдала его от основания. Я вижу великолепную динамику, вижу, как развивается факультет, как наращивает мастерство. То есть это уже очень серьезный вуз, который может конкурировать с большими столичными вузами. От защиты у меня самое приятное впечатление, потому что тут можно говорить, можно избегать комплиментов, а говорить по-честному, можно давать серьезную критику, потому что я имею дело с профессионалами. 24 выпускника достойно продемонстрировали способность решать современные задачи. Профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения, опираясь на полученные знания. Удивили себя, удивили своими работами студенты, потому что проработана была очень большая работа студентами, и подготовительная часть, записка была дипломная. И они здесь, в общем-то, ну, как сказать, жили и ночевали. Но я хочу сказать, что республика и все другие регионы, которые у нас учились, это Ингушетия, Каберна-Балкария, Чеченская республика, они получат назад прекрасных профессионалов, дизайнеров. Экзаменаторы отметили, что даже имея за плечами огромный опыт, было непросто сходу прочитать все дизайнерские находки и конструктивные решения в работах выпускников. Дипломные проекты вышли абсолютно разными. По стилю, колористике в каждом есть своя изюминка. Процесс был долгий на самом деле, но он того стоил, потому что начинался он с писемной части, далее построение, отшивка лекции. Но на этом все не закончилось. Я также рисовала на них принты. Это была ручная работа акрилом, поэтому это еще больше заняло времени тем самым. Но эффект и результат, результатом я стала довольна. Когда я приходила сюда обучаться, когда я приходила на первый курс, я абсолютно ничего не умею. Я даже не умела напряжать карандаш в руках. На сегодняшний день я рисую портреты, принимаю какие-то заказы на пейзажи, на горы. Я достигла максимума, я считаю. Но это не предел. Хотелось бы выразить огромную благодарность всему преподавательскому составу за те знания, за тот опыт, который они нам дали. И это сыграло огромную роль в создании дипломной коллекции. Дипломная работа – это первый самостоятельный шаг в профессию. На факультете дизайна и искусств уверены, что знания и навыки, приобретенные за годы обучения, в полной мере проявятся в их дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Мурат Шенкюзов, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Сегодня день Ивана Купала. Это народно-христианский праздник. В православии он называется Рождеством Иоанна Предтечи и посвящен памяти крестителя Иисуса Христа. По народной традиции люди собираются на берегах водоемов, устраивают игры, поют народные песни, водят хороводы, сжигают чучело из соломы, уничтожают купальское деревце. Символом праздника выступает костер. Девушки и парни прыгают через него. На Ивана Купала принято сжигать в огне старые ненужные вещи. Молодые девушки гадают на суженого. Они плетут венки из луговых трав и пускают их по воде с зажженной в центре лучиной и свечой. Девушка, чей венок проплывет дальше с горящим огнем, раньше всех выйдет замуж и будет счастлива в браке. Жители Карачаева Черкесии смогут пройти прослушивание для отбора учеников в Академию Любови Казарновской. С 12 по 14 июля пройдут прослушивание по отбору учеников для дальнейшего обучения. Это будет двухнедельный курс по вокалу, который проведут Любовь Юрьевна и ее ученики в Архизе. Кто желает, может позвонить по номеру 8 903 493 8656. Далее телевизионный эфир на телеканале «Россия» продолжает программа о самом главном. А в 14.30 смотрите «Вести Карачаева Черкесии» с Аллой Динаевой. Всем хорошего дня и встретимся завтра. Продолжение следует...